МВД и Минздрав возьмут пьяных водителей под совместный контроль. МВД и Минздрав возьмут пьяных водителей под совместный контроль. Нарушает ли это врачебную тайну? Коммерсант. ФМ. От 21 февраля 2019 года, 1641 МВД и Минздраву все-таки разрешат обмениваться медицинскими данными о водителях. Правоохранители получат доступ к медицинским заключениям россиян, страдающих алкоголизмом и наркоманией. Проект разработал Минтранс. СМИ сообщали, что заинтересованные министерства долго не могли прийти к соглашению. Минздрав указывал, что речь идет о нарушении врачебной тайны. В МВД же настаивали, что интересующие правоохранители данные прямого отношения к здоровью не имеют. На самом деле позиция МВД вполне обоснована, но даже эти данные не смогут сократить число пьяных водителей на дорогах, считает координатор общественного проекта движения Андрей Орел, на мой взгляд, страшнее, если на дороге окажутся совершенно неадекватные люди, которые состоят на учетах, нежели разглашение врачебной тайны. Поэтому я, наверное, соглашусь с такими методами. К сожалению, в нашей стране это все обходится и покупается. Зная коррумпированность сотрудников ГИБДД, эти базы могут еще и продаваться, появляться в общем доступе. Так что с учетом российских реалий, конечно, это не очень хорошая новость. У нас это не сработает. К сожалению, те, кому надо, купят правильные справки. Как правительство упростило жизнь водителям, наказанным паук за пьяное вождение. Не исключено, что обмен данными между Минздравом и МВД приведет к тому, что граждане, имеющие проблемы с алкоголем и наркотиками, будут тщательно скрывать свою зависимость, полагает председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин. В этой дискуссии двух ведомств самый серьезный вопрос, что будет происходить с людьми, которые и так не готовы лечиться от своих зависимостей и пытаются это скрыть. Очевидно, что лишение такого гражданского права, как вождение автомобиля, может тоже стать причиной того, что человек уходит от проблемы и не обращается за помощью. Люди будут опасаться заявлять о своем статусе, понимая, что в этом случае они могут лишиться возможности использования автомобиля. С другой стороны, очевидно, что оппозиция МВД имеет под собой основания, потому что машина – это источник повышенной опасности. В данном случае речь идет о нарушении не врачебной, а личной тайны. Определенные ограничения прав граждан в подобных случаях предусмотрены законом, отметил доктор медицинских наук, кандидат юридических наук Алексей Тихомиров. Что касается требований МВД, то в принципе это абсолютно правомерные требования. По большому счету речь идет не о врачебной, а о личной тайне каждого гражданина. Имеет ли право в случаях, определенных законом, МВД вторгаться в эту тайну? Да. В соответствии с АСТ. 55 П. Три Конституции Российской Федерации гражданские права можно ограничивать в тех случаях, когда нормы позволяют законодателю установить ограничения. Соответственно, если федеральный закон допускает внедрение органов МВД в личную тайну граждан, значит, так и должно быть. К врачебной тайне это не имеет ровным счетом никакого отношения. Предполагается, что МВД также получит доступ к другим медицинским заключениям, необходимым для выдачи водительских прав. Андрей Загорский. Какие новые санкции готовит правительство за нарушение ПДД? Автомобилистам стоит приготовиться к увеличению санкций за нарушение правил дорожного движения ПДД. В МВД считают, что новая санкция должна применяться только в населенных пунктах. В полицейском ведомстве ведут речь и об отмене скидки при оперативной оплате штрафа за нарушение правил стоянки и езду с нечитаемыми номерами. Читать далее.